Импрессионисты с Тимом Марлоу Поль Гоген Жизнь Поля Гогена была такой же яркой и красочной, как и его картины, полной разных стилей, идей и культур. Он был самым беспокойным из художников, воспитанных импрессионизмом. Успешный биржевой маклур и семейный человек, который позже отправился на другую сторону света, чтобы спрятаться от цивилизации и достичь совершенства в живописи. Создать картину, объяснял он, это просто, очень просто. Для того, чтобы это сделать, мне нужно восстановиться в первозданной природе. Не видеть ничего, кроме дикарей, жить так, как они, и передавать так, как ребенок, то, что воспринимает мой разум, используя примитивные способы выражения, которые единственно правильны и истинны. Поль Гоген путешествовал с начала своей жизни. Он родился в Париже 7 июня 1848 года, но первые 6 лет своей жизни провел в Перу, на родине его матери. Его отец был политическим обозревателем и повез семью в столицу Перу, город Лима, для того, чтобы начать выпускать газету. Но он умер по дороге от сердечного приступа. Тем не менее, эта трагедия не удержала Гогена от будущих путешествий. Его мать забрала детей назад во Францию, где в 17 лет Гоген вступил в торговый флот и следующие 5 лет путешествовал. Он побывал в Панаме и Тихом океане, в тропических странах, которые всегда преследовали его воображение. Он был в Индии, когда до него дошли новости, что его мать умерла. Теперь он во всех отношениях был одиноким и непрекаянным. В 1872 году в Париже он начал успешную карьеру биржевого маклера и в течение следующих 200 лет ввел образцовую городскую жизнь. Зарабатывал много денег, женился на молодой дочанке Метти и стал отцом пяти детей. Через два года после переезда во французскую столицу, когда в 1874 году увидел первую выставку импрессионистов, он также начал интересоваться искусством. Гоган был захвачен их работой. Свободное общение с краской, неформальная обстановка, светлые тона и воодушевляющие изображения французских пейзажей. Он стал жадным коллекционером работы импрессионистов, и прошло совсем немного времени до тех пор, пока он сам не взял кисть и палитру. Сначала он писал по выходным, затем начал брать уроки по вечерам. И он показал достаточно таланта, чтобы его взял в ученики сам Камиль Писсара. Писсара показал ему методы рисования на открытом воздухе. Но очень быстро Гоген применил уроки импрессионизма к рисованию в помещении и к людям. Метте Гоген за шитьем. Картина была написана, когда Гогену было 30, спокойная, умиротворенная, но для относительного новичка прекрасно выполненная. На ней изображена жена Метте. Она сидит у окна, с тем же стороне вышивает, с каким Гоген относится к написанию ее портрета. Тесные порхающие моски ласкают ее лицо, которое отражает домашнюю гармонию и даже блаженство. В этой работе и в других Гоген показал растущий талант, который начал привлекать похвалы критиков, когда он показал свои картины на шестой выставке импрессионистов в 1881 году. Крах фондовой биржи годом спустя убедил Гогена в том, что живопись — его признание. Несмотря на то, что ему надо было заботиться о жене и пяти детях, искусство взяло верх. В жизни последовали тяжелые финансовые отношения времена. Гоген оставил жену и детей в Копенгагене с родными, сам поехал в Париж попытаться заработать на продаже картин. Но вместо этого ему пришлось зарабатывать клейкой плакатов. Он продал свою импрессионистскую коллекцию, чтобы заработать на жизнь и написать Писсарро. Каждый день я спрашиваю себя, не пойти ли мне на чердак повеситься, и единственное, что меня от этого удерживает, — это живопись. На скребе немного денег летом 1886 года Гоген решил покинуть столицу Франции и искать вдохновение в Британии. Он поехал в Понтавен, небольшую деревушку в нескольких километрах от берега, и общество художников последние 20 лет. Впервые в жизни Гоген смог посвятить себя исключительно живописи в Париже. Он был талантливым, но незначительным лицом. В Британии же он стал главным человеком среди консервативных художников, которые здесь собрались, и где импрессионизм всё ещё считался радикальным видом искусства. Но Гоген уже начал двигаться за свой естественно рассматриваемый мягкий импрессионистский стиль в более тяжёлом линии и широким граням цветов. В Понтавене Гоген начал писать свои первые оригинальные работы в 38 лет. Женщины-крестьянки в Бретоне Мы видим изображение отдыха четырёх бретонских женщин-крестьянок, экзотично одетых в местные костюмы. Они собрались у низкой стены и оживлённо болтают, пока фермер гусями идёт в противоположную сторону. Здесь нет горизонта, и чувство пространства уплотнено, и неловко из-за женщины справа, написанной в профиль, с согнутой ногой, выступающей в нижнем правом углу. Мазки по-прежнему свободны, но сжаты главной линией, которая разделяет формы и увеличивает декоративную мозаику мягких ярких цветов. Более всего поражают твёрдо очерченные белые воротнички и головные уборы женщин, которые свободно свисают во всех направлениях. Они подчёркивают их простые безмятежные лица и создают абстрактный светящийся узор на холсте. Они доминируют на картине, вносят чувство загадочности или неземного, что стало растущей страстью Гогена и основой его явно оригинального стиля. Через три месяца в Британии Гоген вернулся в Париж, чтобы попробовать продать свои работы. Когда наступила зима, состояние его здоровья и боевого духа стало отчаянным. В начале 1887 года Гоген был глубоко в долгах и решил, что уедет из Франции на некоторое время. Поэтому со своим другом Шарлем Лавалем они сели на корабль, идущий в Америку. Они остановились в Панамском канале и работали чернорабочими, чтобы оплатить дорогу домой. Но по пути они заметили остров Мартиника и решили, что это подходящий рай для того, чтобы там остаться и рисовать. Что они и сделали. Это одно из 12 полосин, написанных Гогеном за четыре месяца на острове. Они жили в хижине, наблюдали свет, цвета, растительность и стиль жизни, и все это отражено в этой композиции под манговыми деревьями. Но то, что на первый взгляд кажется мимолетом, на самом деле полностью собранная и обдуманная картина. От пунктирных ритмов деревьев, вплоть до треугольной композиции фигур. Животные ее акцентируют, но вместе с тем остаются относительно несопоставимыми. Посмотрите также на мазки или технику, которую здесь использовал Гоген. Они почти ласкают лицо, но этот мазок тонкими, как карандаш, полосками горизонтален. Красные и зеленые цвета доминируют в композиции, но не всегда замечаешь это. Когда в первый раз смотришь на картину, на тюрбане это намного заметнее, но посмотрите на растительность на заднем плане. Она вся состоит из зеленых и красных тонов, и дальше доминирует синяя полоса. Это изображение спокойствия и умертвоенности. Также очень сильная картина и линия, очертания, которые пишет Гоген, становятся все сильнее. И когда он вернулся во Францию, он почувствовал, что эти работы превзошли все, что он делал до этого. И мысль о том, что этот рай каким-то образом способствовал искусству, росла все больше и больше. Как мы увидим в следующие 10 лет, это станет главным способом работы. Хотя путешествие на Мартинику имело несчастливый конец, Гоген заболел малярией и дизентерией и был вынужден вернуться в ноябре 1887 года. Оно все-таки привнесло в его первые работы и отметило разрыв с импрессионизмом. В сущности, он нашел свой собственный художественный голос. На основании собирателей манго и других картин с острова Мартиника его работа была куплена парижским торговцем Тео Ван Гогом, который был братом Винсента. И Гоген с Винсентом стали крепкими друзьями. Тео начал продавать работы Гогена, поэтому его настроение и здоровье тоже начали улучшаться. Он стал готов к следующей смене обстановки. В 1887 году Винсент переехал в Прованс. Гоген снова уехал в Порт-Авен, чтобы с новыми силами начать писать. «Я люблю Британию», — писал он. «В ней есть что-то дикое, первобытное. Когда мои деревянные сабы ударяются об эту гранитную землю, я слышу глухой мощный звук, который я ищу в своей живописи». Ведение после проповеди Этот звук отдаётся в картине, которую иногда называют «Ведение после проповеди», а иногда «Яков, борющийся с ангелами», написанную, когда Гогену было 40. Здесь он изображает простых бретонских людей в молитве на фоне ярко раскрашенного холста, который показывает воображаемую сцену или видение, в котором Яков действительно борется с крылатым ангелом. Холст разделён деревом по диагонали на две части. В нём доминируют области глубокого, ровного, интенсивного цвета. Этот эффект Гоген взял из японских рисунков, которые также стали источником борющихся фигур. Это картина из двух частей и из двух миров, которые снова появились в его поздних работах, где бретонцы изображены ближе всего к зрителю, больше жизни, экзотично, но чрезвычайно реально. Однако борющаяся пара появляется как будто из другой реальности, как Гоген комментировал в письме Ван Гогу. Я думаю, что достиг великой деревенской суеверной простоты. Для меня на этой картине пейзаж и борьба существуют только в воображении молящихся после проповеди людей. Гоген быстро удалялся от естественного мира к стилю живописи, в котором доминировало воображение. Мы знаем, что Гоген часто писал автопортреты, но этот один из самых необычных. Он был сделан поздним летом или ранней осенью 1888 года и был результатом предложения его друга, соперника Винсента Ван Гога, который находился в Орле и хотел быть в курсе событий. Поэтому он попросил Эмиля Бернара, Шарля, Лаваля и Гогену написать портреты друг друга. Но в конце концов они решили, что автопортрет — это лучший вариант. Но Гоген удивил внимание изначальному заказу, сделав портрет Бернара, который украшает стену. По сути, этот необычный портрет наполнен символизмом. Наиболее заметно он выражен в подписи, отверженной для Винсента Ван Гога от Гогена. Здесь он идентифицирует себя с героем Жаном Вальжаном из великого романа Виктора Гогу «Отверженные». Гогену нравится, и он идентифицирует с Вальжаном идею негодяя с золотым сердцем. Человек, цитата, «полный аристократизма и внутренней борьбы». Но он также видит Вальжана как аутсайдера и продолжает доказывать в письме Гогену, что импрессионисты аутсайдеры последних дней, что эти люди отвергнуты обществом. Далее он продолжает говорить, что его портрет не полностью автопортрет. Это изображение жертв общества. Я думаю, что в этом месте есть доля насмешки. Следующий символичный момент в картине еще более краткий. Это сумасшедшие обои. Цветочный узор, который, кажется, растет из головы Гогена в двух местах, дальше просто украшает стену. Гоген говорит, что это обои, которые можно увидеть в спальне молодой девушки. Они символизируют чистоту импрессионистского движения. Его лицо, которое кажется обгоревшим, как он говорит, является результатом слишком близкого пребывания около печи для обжига. Но это горит огонь творчества. В конце концов, я думаю, довольно знающий блеск в глазах в качестве негодяя. Ван Гог заметил в своем письме после того, как он получил портрет, что пол и кровь всегда побеждают амбиции Гогена. Я думаю, дальнейшая карьера Гогена доказала, что, по крайней мере, отчасти это правда. Друг Гогена Винсент Ван Гог жил здесь, в Орле, в желтом доме, расположенном прямо в том месте, где я стою, перед этим зданием. Он очень хотел основать поселение художников здесь, в Южном Провансе, и писал бесконечные письма своему другу Гогену на север, умоляя его приехать сюда. В конце концов, 23 октября 1888 года, Гоген согласился и приехал в город. Несмотря на то, что в Орле он написал несколько очень сильных работ, его пребывание здесь не было счастливым. Ему не нравились люди, свет или пейзажи, и он постоянно спорил с Ван Гогом по поводу живописи. Гоген утверждал о первичности воображений в искусстве. Ван Гог говорил о том, что важнее всего визуальное восприятие и наблюдение. Развязка наступила ночью 23 декабря, когда после традиционного ужина в Желтом доме Гоген вышел из дома, чтобы подышать свежим воздухом и выпить. Но через некоторое время, гуляя по городу, он услышал за собой знакомые шаги. Он повернулся и увидел своего друга Винсента с маниакальным выражением на лице размахивающего бритвой, сверкающей в лунном свете. Гоген потом рассказывал, что он посмотрел на Винсента, который опустил глаза и со стыд дома шел обратно в темноту. Однако, решив, что ситуация была опасна, Гоген решил ночь провести в отеле. Когда утром он вернулся за вещами, перед Желтым домом была толпа, и собралась группа полицейских. После того, как Гоген поговорил с одним из полицейских, он выяснил, что его друг Винсент Фан Гог отрезал себе ночью часть уха. Для того, чтобы больше не смущать и не беспокоить друга, но главное, чтобы уехать из Орле, Гоген собрал вещи, сел в первый поезд на Париж. После короткой остановки в столице, Гоген снова искал убежище и вдохновение в Британии. Он начал создавать серию необычных картин, где цвет становился гуще, и его воображение потеряло границы. Прекрасная Анжель. Эта картина – высоко стилизированный портрет Марии Анжелики Стар, жены майора, которую Гоген изображает на голубом фоне, отчерченным кругом, как нимбом, что создает впечатление картины внутри картины. Слева – керамическая скульптура из Перу, своеобразная перуанская мумия. Эта часть коллекции, собранной матерью Гогена, была использована, чтобы провести параллель двух древних культур. Одно из его детства, второй – приятный им в Британии. Просто грубо, но все равно с оттенком экзотики все это видно в одежде Марии Анжелики, в ее позе и лице. Тео Бангог заметил, что женщина смотрит на него, как телка. Но в этом есть кое-что свежее и деревенское, что очень приятно смотреться. У Марии Анжелики было другое мнение. Учитывая то, что она считалась красавицей в районе, говорят, она воскликнула, какой ужас, и бросила ему в лицо картину, когда он показал ей ее. Его интерес к первобытной культуре увеличивался настолько, что Гоген запланировал еще одно путешествие в тропике. Он продал все свои картины, какие смог собрать на аукционе в Париже, и получил 10 тысяч франков. После короткого визита в Копенгаген, чтобы проститься со своей семьей, в апреле Гоген отправился в двухмесячное путешествие, которое привело его в Южные моря, на Таите. Здесь, под жарким тропическим солнцем, он нашел свой стиль и вдохновение для живописи, которые были одновременно и простыми, как Британия, и глубоко чувственными. «Я верю, что мое искусство — это семя», — писал он. «На Таите, я надеюсь, вырастет себя» — в диком состоянии, так как Гоген снял бамбуковую хижину и начал рисовать. Хотя они жили отдельно, Гоген и жена поддерживали регулярную переписку. «Я много работаю, теперь я знаю местную землю, ее запах», — писал Гоген Метци. «Я пишу Таитян в очень загадочном стиле, но мне понадобится больше года, чтобы понять их». Однако он не добавил, что теперь он был женат на симпатичной, тридцатилетней полинезийке Тахаманя. Они не могли разговаривать, поскольку ни один не знал языка второго, но Тахамана стало визуальным вдохновлением для многих картин Гогена. Как сказал один из искусствоведов, своего рода первобытная Ева его мечтанию, которая позировала для многих его красивейших картин. Радость. В этом пастушащем видении Таити Тахамана смотрит привычно меланхоличными глазами. Картина написана так, что Гоген представил себе это место и так, как оно, возможно, на самом деле иногда выглядело. Вместе с другой девушкой, играющей на флете, она сидит под деревом рядом с лагуной. На заднем плане верующие делают свои приношения и танцуют перед полинезийским идолом. Эта сцена без сомнений вызвана из глубин воображения Гогена и призвана ностальгии, поскольку эти странные религиозные обычаи были полностью подавлены. Но главное в картине — цвет. Она как лирический гобелен, в котором все совершенно гармонично. Белое платье Тахаманы флеты,